Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение и размышления над страницами книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова» из Ветхого Завета. Глава 17, в начале которой наставник, Богом просвещенный, представляет удивительную картину мира во всех ее подлинных глубинах, которые часто при поверхностном взгляде на жизнь не замечаются. Вот как он очерчивает место человека во Вселенной и содержание человеческой жизни. «Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее». Квинтэссенция праха, как говорит Гамлет, это очень важное понятие, которое нельзя упускать из своего сознания, чтобы правильно себя распределить в пространстве и иметь о себе подлинное и справедливое суждение. «Определенное число дней и время дал он им». Таким образом, человек не свободен, множится столько, сколько он захочет, его мечты о бесконечном наслаждении жизнью земной суетны, но число дней человеческих и зачтено, и Господь, давая нам свободу, однако знает, как мы этой свободой воспользуемся. Это уже вопрос нравственного смысла. И при этом количественно также не безграничен человек, о чем, помня, конечно же, избежишь многих ошибок. «Время дал он им». Мы жалуемся иногда на недостаток времени, а само время есть дар. Дар временный, дар незаслуженный, дар, который требует и возвращения дару подателю теми благами, ради которых оно, это время нам дано. Но не так все печально. И дал над всем власть, над всем, что на ней, на земле. Дал таким образом не только возможность осознавать себя личностью, существовать, но и вооружил нас властью, способностью, возможностями, ресурсами для управления всем тем, что находится также в составе сотворенных явлений, веществ, предметов. «По природе их облег их силою и сотворил их по образу своему». И так не только прах есть человек, но и сила, причем подобная Богу. Вот в этом балансе надо и осознавать себя. Между смертностью и бессмертностью, между страхом и надеждой, как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, по образу своему создал Бог человека. Это величие, это ни с чем не сравнимое достоинство. «И вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им, то есть нам, людям, над зверями и птицами. Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения». Это очень важно. Именуются три способности человеческие, которых не лишены и звери. И способность издавать звуки, членораздельные, и глаза, чтобы видеть окружающее, и уши, которые мы наблюдаем и у окружающих нас животных. Но сердце для рассуждения — это дар, который присущ только тебе. Позаботься более всего об умножении этого дара. Не только о том, чтобы на глазах были очки, если ты плоховато видишь, и слух, изощренный, еще не все для полноты бытия. И даже способность словесная будет в осуждение нам, если не позаботишься о том, чтобы сердце, данное тебе для рассуждения, наполнить этим рассуждением, сделать способным к нему. Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. «Аще изведешь и честное от недостойного, яко уста мои будешь», — говорит Господь. Таким образом надлежит усваивать закон Божий и постигать, что есть добро, и желательно не из опыта признать, что зло есть нарушение божественных заповедей. «Он положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих». Вот это таинственное действие Божьей благодати этими словами проявляется. «Он положил око свое на сердца их». Господь есть сердцеведец, он взирает на сердце человека и знает, что в нем, и помыслы человеческие не скрыты от него. Но при этом он являет человеку со внимательным сердцем величие дел своих. Это цель, которая перед человеком стоит на земле, которую уточняет божественный наставник дальше. Ради чего? «Да прославляют они святое имя его и возвещают о величии дел его». Часто в наше время люди спрашивают друг друга, не чая получить ответ, какой смысл, а смысл, смысл в жизни, где есть истина и что есть истина. Так вот, внятно и просто, наставляя нас, чад своих, в законе Господнем, в добром жительстве, говорит премудрый Иисус, сын Сирахов, «Целью твоей жизни является прославление святого имени Господня и возвещение о величии дел его. Он приложил им, людям, знания и дал им в наследство закон жизни». Постепенно осваиваются те высоты, о которых говорим, читая эти строки. Господь дает порядок усвоения знания. Закон жизни постигается возрастающим постепенно. И знание прилагается к знанию. Это то, что надлежит стяжать очень последовательно, бережливо, запасливо и благоразумно. «Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои». Один ли завет, который навсегда положен с людьми, имеет в виду автор? Мы знаем, что был первый завет заключен с Адамом еще до грехопадения. Был новый завет заключен с правоцами о их верности Слову Божьему. Новый завет заключен Богом с Авраамом о его потомстве. И, наконец, завет в крови единородного сына своего заключает Господь с человечеством о том, что приемлющий ее и с благодарением принимающий жертву второго лица Пресвятой Троицы искупительную жертву Христа Спасителя оказывается причастным к вечной жизни, который лишился прежде за грехопадение, которое лишилось все человечество прежде. Данное слово обозначает беспрерывность попечения Божьего о человеке в соответствии с теми временами, которым приходит время на земле. Поэтому вечный завет поставлен для всех времен свой. И последний завет, новый завет — это время нашего с вами жительства, пренебречь которым есть самое страшное для человеческого жительства, поскольку оно обратится вместо преобразования в жизнь вечную, в вечную смерть. Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои за нарушение этих заветов. Величие славы видели глаза их. Величие славы Господней видели глаза людей. Конечно же, не всех людей. Моисей желал видеть славу Господню, но только сподобился видеть заднее Господа. Илья, пророк великий, услышал глаз хлада тонко в веянии тихого ветра присутствие Божие. И таким образом не лицом к лицу возможно увидеть Господа, но оказаться причастным Его славе в великих Его откровениях, данных великим пророком. Это было понятно ветхозаветному человеку, но это слово имеет и пророческое значение. Ибо тогда, когда на фаворе преобразился Христос пред учениками своими, когда Отец свидетельствовал при крещении Сына Своего о том, что это и есть Сын Его возлюбленный, когда увидели апостолы Христа воскресшим, тогда вполне осуществились и эти слова пророческие. Величие славы Его видели глаза их, и славу голоса Его услышало ухо их. И сказал Он им, остерегайтесь всякой неправды, «И заповедал каждому из них обязанность к ближнему». Это немаловажная сторона закона Божьего, обязанность не только в отношении к Богу, но и в отношении к ближнему. И слово Каина, к Богу, разве я сторож брату моему, так Он сказал об убитом им же брате своем, когда Господь, располагая его к покаянию, спросил, где же брат твой. Нет, не свободен человек поступать, как хочет, в отношении ближнего, но есть установленный Богом закон, который требует особенных отношений к ближнему, обязанностей. Путь их всегда пред Ним, путь человеческий, всегда пред Богом, не скроются от очей Его. Это очень важно, помнить всякому вступающему в жизнь, что они в соответствии лишь каким уголовным кодексам или конституцией какой страны человек исправляет пути свои, и они являются законными или беззаконными. Но Господь сердцеведец ведает все закоулки внутренней жизни и внешней жизни человека, и находиться пред очами Всевышнего и страшно, и благонадежно. Ничего не произойдет с тобой для Него неведомого, ничего не укроется от Него тобою сокрываемого или неведомого другим людям. «Каждому народу поставил Он вождя, а Израиль есть удел Господа». Для того, чтобы народы не блуждали, Божье установление есть правление одного из людей другими людьми. Это закономерность, необходимая для порядка на земле, как и на небе. Наш Бог — Бог порядка, а не беспорядка. Потому и сказано об этом правиле, чтобы не искал народ в демократических, каких и в народных изъявлениях воли совершенной истины. «Сердце Царьева в руках Божьих надлежит быть просвещенному Богу-правителю для того, чтобы упорядочивалась жизнь народов на земле. А для Израиля удела Господня, для Израиля, от которого по плоти надлежало произойти Спасителю, есть особое Божье попечение. Все дела их, как солнце пред Ним, и очи Его всегда на путях их». Израиль — это видящий Господа. Всегда ли пути Израиля были, как солнце пред очами Господа, светлы и ясны? Скажем так, очевидны. Но надлежало в роде Израилевом явиться солнцу правды Христу. Потому и об избранничестве Израиля такие высокие слова читаем мы в этом пророческом Писании. «Не утаились от Него неправды их и все грехи их пред Господом». В чем же состоит благородство человека? Милостыня человека, как печать у Него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Таким образом, хочешь быть отмеченным печатью Божьей, будь милостив. И мы действительно и поныне, а в наши суровые времена и особенно удивляемся человеку милосердному и говорим о Нем. Он истинно благороден, потому что на Нем печать Господня. Он подражает самому Создателю Своему, своей милостью к ближнему, как милостьев Господь к нам. «Потом Он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит». Это речь идет о воздаянии милостивным. «Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении». Таким образом, не отчаивайся, не сознавая себя милостивным. Хоть и заповедует каждому христианину апостол Павел, пусть кротость ваша будет известна всем человеком. А если обо мне известно, что я гневлив, а если обо мне известно, что, может, он и достигает каких добрых целей, но очень часто твердостью и жесткостью в отношении с ближними. Ты безнадежен? Нет. Но взирай на Господа чаще, обращайся к Нему в тайной сердечной молитве и не забывай каяться о твоей неисправности в отношении к ближним, сознавая себя нищим любовью и недостаточным в милосердии. И кающимся даст он обращение и ободрит тебя, и даст тебе силы быть терпеливым и милостивным. Обратись к Господу и оставь грехи, молись пред Ним и уменьши твои преткновения. Если не можешь их вовсе сократить, радуйся и благодари Бога тогда, когда не десять, но пять раз оказался ты не милосерден. К ближнему, когда не двадцать, но пять жестких слов сорвались с твоего языка, уже не унывай и веди подсчет, постепенно сокращая до нуля твои проколы, твои прорывы. Как и говорит преподобный Серафим Саровский, надлежит участь молиться, не унывать. Однажды, днем, каким-то днем, ты всего лишь десять раз вспомнишь о Господе. Если будешь прилагать к тому усилия, через некоторое время уже только десять раз, как забудешь о нем. Таким образом будет совершаться спасение твое. Возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость. Вот задача равная, задача поставляемой перед учениками своими Христом, Спасителем. Будьте святы, ибо ас свят есмь. В чем признак святости? Это окончательно возненавидеть всякую мерзость, не иметь сочувствия ко всякому злу. Кто будет восхвалять Всевышнего в аде вместо живущих и прославляющих его? Отговаривает нас быть заложниками ада Господь, ибо в аду нет места прославлению и нет места покаянию, а жизнь коротка и дни наши уже сочтены. Таким образом, к покаянию располагает всякого читающего, строки сии, их автор. От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. Живой и здоровый восхвалит Господа. Таким образом, за нами остается выбор, быть нам живыми и здоровыми, пользуясь Божьими благами, следуя закону Его, или ожесточившись самих себя, присудить к мертвенности. Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему, отклицает автор. Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен Сын Человеческий. Обратим внимание, что Сыном Человеческим в данном случае называется каждый из нас, но чаще всего Господь наш Иисус Христос называл себя этим определением. А что вы обо мне думаете, о Сыне Человеческом, или что люди говорят? Когда говорил о себе в третьем лице Господь, то чаще всего употреблял это словосочетание, таким образом совершенно объединяя себя с родом человеческим, свидетельствуя о том, что Он не только воплотился, но и вочеловечился, принял всю человеческую природу, кроме греха. Что светлее солнца, но и оно затмевается, и озлом будет помышлять плоть и кровь. Что это за странное напоминание? Напоминание, которое бодрит нас. И, видя прилоги нечистых и злых помыслов, продолжая осознавать свою нетвердость в добре и большую склонность ко злу, в соответствии со словом пророческим, лежит помысл человека на злое от юности его. Не должно молодушествовать, ибо и на солнце Господь обретает пятна, и в ангелах усматривает недостатки. За силами высоких небес Он сам наблюдает, а люди все — земля и пепел. Таким образом, Господь знает, как являть милосердие к кающимся, но и ты не забывай о Его величии и о своей пред Ним малости с тем, чтобы непрестанно призывать Его благодатную помощь. Субтитры создавал DimaTorzok